Добрый вечер, девушки! Ну что, вы попросили... Ты попросила, я пришёл, как говорит Кайметов. Значит, вы попросили сделать меня видео о косметике, как я держу, где у меня что лежит, и, в общем-то, в каком всё порядке или беспорядке. Ну, я могу похвалиться, что я человек относительно, так сказать, порядочный в этом смысле. То есть я не люблю, что всё валяется, и я никогда ничего не могу найти. Я знаю, потому что мало... Когда мало косметики, можно всё в одной косметичке уместить, можно, в принципе, всё вытряхнуть, покраситься и засунуть обратно. Здесь так не выйдет. Я уже эту стадию прошла давно, и я решила, что порядок, он и должен быть. Я вот купила вот такие стойкие, очень хорошие они именно для косметики. Я, наверное, встану, вам вот так покажу. Значит, что здесь у меня? Здесь, ну, во-первых, две лампы. Лампы очень такого интенсивного здесь не видно, но на самом деле они хорошего дневного света. Вот иногда дополнительная, это она для рукоделий и так далее. И вот эта вот лампа тоже вторая. Значит, здесь... Значит, на этом стенде у меня помады, как вы видите, всевозможные. Вот эти я надписала, это у меня маковские, они все одинаковые, поэтому пришлось... Значит, здесь туши. Вот это фиолетовая, Dior, остальные вот эти две чёрные. И вот эти все хайлайтеры туши Клея. Значит, здесь также... Здесь также для... Упс, что-то упало. Для объёма, для глаз, для туши. И здесь же те же самые хайлайтеры. Этот, Estée Lauder. А, поняла, чего упало. Маковский хайлайтер. Ну, ладно. Значит, и другие. Значит, здесь вот один у меня... Как его? Консилы, который не лезет в другую коробку. И помады. Здесь Шала Тилбери, Любутон и Мак, Dior и так далее. Значит, здесь... Сяду-ка я. Значит, здесь у меня... Упс, извините. Кисточки. Кисточки вот эти я все держу. Это для глаз. Эти кисточки, они специально в этом стояке стоят, чтобы я знала, это все у меня здесь для... Тонкие кисточки для глаз. Здесь все для бровей. Вот этот карандаш новый я купила для бровей, шанеловский. И гель для бровей вот здесь, потому что он сюда не лезет. Значит, здесь что стоит? Здесь валяется то, что в командировку из сундука, из чемодана, значит, кисточки вот эти. Это кисточки для лица всевозможные. Я уж каждую вам объяснять не буду, вы все это знаете сами. Единственное, что хорошее, кто-то спросил... Вот могу сказать, что хорошие кисточки, вот эта маковская, Том Форд. Если вы покупаете вот этот хайлайтер для скульптурирования, вот эта кисточка очень хорошо делает, а вот это для светлого, для иллюминатора, иллюминейта. Значит, вот это для румян, ну и так далее. Так, это идут кисточки. Дальше. Здесь у меня обычно лежит то, что мне надо еще делать обзор. Вот у меня два карандаша новых в Тилбере, вот эти тени я еще не сделала. Это у меня походный тональник, в косметичку, которая идет в... Это я еще должна сделать по-английски. Гель для глаз. А Шала Тилбери, вот это, кстати, хорошая точилка. Я ее здесь держу всегда, потому что мне так удобнее. Спонж. Это карандаши для глаз. Все карандаши, все, что для глаз карандашное, не тени, значит, и не для бровей. Все карандаши здесь, это и Гуччи, и Эстеллод у меня здесь, и вот этот из Каджал синий. Шала Тилбери два карандаша. Один уже коротенький становится, я второй купила. Это вот как раз Black Diamond. Значит, и вот эти два новых, очень хорошие цвета, покажу потом. И вторая у меня, вторая вот такая штука для именно... для также помады. Здесь все консилеры, какие только можно, все консилеры стоят в одном месте, чтобы я знала. Вот этот у меня самый боевой. Нарс косметик. И Шала Тилбери, вот это Glow. Значит, вот это все карандаши для... только карандаши для губ. И, так сказать, одинокие помады. Ну и здесь же блески для губ. Я не очень много блески для губ пользую. Но вот эти вот три хорошие, отличные, кстати, буржуа. Я делала их в ревью. И вот здесь другие. Вот это очень хорошее. Посмотрите мои, если вы не видели обзор блесков для губ. Идем дальше. Значит, вот это мне еще три вот эти штуки надо еще сделать. И два ящика. Вот этот ящик у меня в первом наверху. Все, что для глаз. Значит, все, что для глаз, это все тени Диоровские. Вот это Том Форд, вот это Оркид Хейс, который я вам показывала. Кстати, хотела сказать, я вот этот обзор отдельно не делала, но вот эти тени, они у меня тоже очень боевые. В том смысле, что я их беру с собой на работу в косметичку часто. Я, кстати, сумку не буду делать. Сумку и косметичку смысла нет, потому что это дело, знаете, я перекладываю все время. Косметичка исключительно диктуется, то, что в косметичке исключительно диктуется тем, какой макияж я в этот день, естественно, на себе ношу, потому что, может быть, совершенно разного цвета каждый день. Но вот какие-то там аварийные штучки, например, вот здесь у меня есть один очень-очень такой любимый карандашик. Вот такие вот иногда. Ну, вот те карандаши, например, которые я пользуюсь, если я пользуюсь вот этим, утром сделала, я его с собой возьму в косметичку. То есть я, в общем-то, косметичку собираю каждый день. И вот этот вот тональный Forever, это, по-моему, Dior. Вот это я беру уже, то, что какие-то там вещи, которые каждый день в любом случае пригодятся, я их беру. А остальное все продиктовано именно тем, что сегодня в день в какое настроение, чего я накрасила. Значит, вот это я тоже сделала обзор. Диор, в общем-то, вот это база для глаз, бейс. Потом вот это розовый, очень люблю вот эти тени розовые, ланкомовские. Что еще? Диор всевозможный. Вы видите, что сделала? Ну, даже я склеила. Они такие старые. Она у меня как-то сломалась. У меня, кстати, два вот таких было, они сломанные были. Я не понимаю, почему. В общем, вот я их очень люблю из-за качества. И, вы знаете, уже много лет. Вот этой уже, ну, точно лет пять. Четыре или пять лет. И они, ничего с ними не бывает. Они прекрасного качества, вот как они первый день купили. Вот единичные диоровские, которые я вам делала обзоры тогда. Вот это очень хорошие маковские темно-синие. И еще такие у меня какие-то были другого цвета. И вот одиночные я периодически, я их тоже очень люблю. Вот эти вот гучи я вам не показывала, но я ими тоже крашусь. Это как бы, ой, как бы открыто. Синего-то, такого синева-то-серебряного цвета. Потом что еще? Ну, вот эти вот все диоровские, это все старые уже. Это все очень, очень люблю я вот эти вот цвета. И у меня вот этот уголок, вот этот уголок у них все время с этим, с сиянием. Вот видите, как он. А, пальцы что-то грязные. Вот, и они у меня, как правило, быстрее всего заканчиваются. Потом вот это. Здесь же три все набора Naked Urban Decay. Этот вот более серебряный. О, господи, может уже не открывает, не знаю. Трудно одной рукой. Одной рукой держать, второй открывать трудно. Этот вот серебряный, более такой оттенок. Этот самый первый у меня был. Это натуральный, это более такой розоватый. Может, папушка с ногами покажу. А вот этот, он более такой. Ой, нашла. Купила карандаш. Шалотил бы и потеряла его. И вот этот более такой он золотистый. Вот эти все три палетки, они шикарные. Вы знаете, в принципе, они все, так сказать, мои нужды, всем моим нуждам отвечают. Вот. Что еще здесь? Ну, вот этот я делала обзор. Вот это отличная палетка тоже. Вот. Для этой Saint Laurent. L'Oreal я слышала, что тоже очень хорошая. Копия вот этой очень хорошая. Вот. Ну, я думаю, что вот здесь какие-то пары летних помад у меня, которые я, в общем-то... Да, это очень светлые вот эти. Я их... Извините, вот они. Я их не пользуюсь сейчас. Вот. Ну, вот. Это вот этот ящик. Я сейчас времени тратить не буду, закрывать все.